Жил да был маленький россиянин, который смог не помереть раньше времени. Жил он себе с этим достижением, да существовал. И всё маленькому россиянину было нипочём. Ни минуты не унывал этот оптимист, несмотря на всю общую жопу в стране. А надо ли говорить, что жопа в стране была больше, чем у Никим и Наш и Ким Кардашьян вместе взятых? Ну думаешь, это хоть как-то сломало россиянина, который смог? Да чёрт-то с два, он затянул потуже пояс на шее и стал жить себе дальше. Даже когда он увидел, естественно, растущие цены, ему захотелось выколоть себе глаза. Ибо цены росли так же естественно, как сиськи актрис в порно. Думаешь, это сломало маленького россиянина? Правильно, он поплакал над кастрюлей с макарошками, сэкономив на соли. И стал жить себе дальше. И всё бы ничего. Да во время мундиаля добрые правители решили устроить засаду. И как раз когда россиянину оставалось всего три года до пенсии... БАМ! Осталось уже пять. Дальше паника, петиции, анальная боль, Бузова. И тут откуда-то выползает мой друг Лёша. На нём валютная ипотека. А в руках укроп на продажу. Он подползает и говорит мне, Вова, я пенсионных накоплений не чувствую. А я ему, Лёша, у тебя их нет. Тут гляжу на сайт Центробанка, а курс доллара уже под 80 и дёргается быстро-быстро. Вот так. Я говорю, Лёша, если я хотя бы наполовину так же удачлив, насколько ты туп, то думаю на этом сюрпризы кончились. Хуже уже не будет. И тут вдруг отовсюду депутаты с законопроектами как повыскакивают. А у меня при себе только права человека. Да и те водительские. Но делать-то нечего. Жить ведь как-то надо. ТОВОИЩИ! Землю к естьянам! Заводы рабочим! Цветы бабам! В Мавзолее фикция! Я вигнулся отдохнувшим и загоревшим! Вот такая хуйня, малята!